Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Международная организация по миграции может оказать поддержку процессу великого возвращения азербайджанцев на освобожденной от оккупации территории. Об этом на встрече с президентом Ильхао Малеевым заявил гендиректор Международной организации по миграции Антонио Витарина. Визит министра иностранных дел России в Азербайджан и проведенные им в Баку политические консультации были крайне ревностно встречены в Ереване. И дело не только в том, что пресс-конференция проходила в зале с символичным названием «Шуша». Растет число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым в Греции. До сих пор непонятно, как два состава, которые двигались навстречу друг другу, оказались на одном пути. В пассажирском поезде в момент происшествия находилось около 350 человек. Президент Азербайджана Ильха Малеев принял генерального директора Международной организации по миграции Антонио Витарина, который находится в республике для участия в саммите контактной группы движения «Неприсоединение по борьбе с COVID-19». По словам гостя, этот саммит создает хорошую возможность для обсуждения вопросов, стоящих на международной повестке дня. Выразив признательность за эффективное сотрудничество международной организацией по миграции и Азербайджанам, Антонио Витарина подчеркнул важность первой госпрограммы великого возвращения на освобожденной от оккупации территории страны. Он отметил, что, исходя из своего опыта, возглавляемая им организация может оказать поддержку данному процессу. Отметив председательство Азербайджана в алматинском процессе на 2023-2024 годы, гость подчеркнул важность этой платформы с точки зрения постоянного диалога и обмена информацией по вопросам миграции. Антонио Витарина довел до сведения главы государства, что высоко ценит финансовые взносы Азербайджана как новой страны, донора в бюджет организации. Президент Ильхам Алиев также принял председателя Президиума Боснии и Герцеговины Жель Куцвиянович, которая также находится в республике для участия в саммите контактной группы движений неприсоединения по борьбе с COVID-19. Почеркнув высокий уровень двусторонних отношений, гость отметила, что поддержка, оказанная Азербайджаном в ее стране в период COVID-19 и во время наводнений в Боснии и Герцеговине, высоко ценится. В ходе беседы стороны подчеркнули наличие больших возможностей для сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах. Вместе с тем была подчеркнута важность дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений, а также поощрение прямых контактов между бизнес-кругами. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины пригласила главу государства совершить официальный визит в ее страну. В городе Ходжалы, в штабе миротворческого контингента России, временно размещенного на территории Азербайджана, депутат парламента страны Рамин Мамедов встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе. В ходе встречи состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество в соответствии с Конституцией и законами страны. Депутат Мели Меджлиса Рамин Мамедов является ответственным лицом за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Тему продолжим с нашим гостем. Глава общественного совета при госслужбе миграции Азер Аллах Веранов подключается к нам. Азер Мелем, здравствуйте. Добрый вечер. Состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, как я уже отметила. На ваш взгляд, какое влияние подобные встречи могут оказать на процессы урегулирования ситуации в регионе? Ну, во-первых, замечу, что это, да, сегодня в информационном поле, как говорится, вот эта информация произвела так называемый эффект души, скажем, холодного душа на определенные умы, которые пытались торпедировать данный процесс. Но дело в том, что за последние два года, если посмотреть хронику последних двух лет, как раз-таки после 44-дневной Отечественной войны, как раз-таки было несколько контактов и даже были контакты такого более тесного формата. Например, когда строилась альтернативная дорога Лачинской дороги, вот тогда представители наших строительных фирм, непосредственно участвующие, имели очень тесные контакты не то что с официальными лицами армянской общины Карабахского региона, даже с простыми гражданами, которые жили в тех селениях, через которые проходила эта дорога, или какие-то близлежащие там территории, которые возделывались как раз-таки сельчанами, армянами вот этих селений. И вот тогда были очень тесные контакты и достаточно долгое время, там буквально несколько месяцев вот эти контакты имели место, это раз. И второй очень важный контакт был во время проведения мониторинга состояния воды в Сарсянском водохранилище. Как раз-таки вот эта уже встреча, в отличие от той, которая проводилась на этой дороге, она носила более такой официальный характер в плане того, что наша азербайджанская сторона была представлена в первую очередь основными лицами, руководящими составом из соответствующих министерств, госструктур, которые принимали непосредственное участие в выявлении состояния воды в Сарсянском водохранилище. И достаточно доброжелательно такая встреча происходила и активно сотрудничали представители, в том числе и армянской общины тоже. Ну и естественно при активном участии представители российского миротворческого контингента, руководящего состава. То есть вот две вот очень важные веки, которые я думаю, что нужно все-таки отметить. И я думаю, что вот та встреча, которая сегодня имела место, она тоже очень важна в плане того, что, как вы знаете, уже почти что 80 дней или даже может быть за 80 дней как раз-таки на Алачинской дороге Азербайджанские экоактивисты проводят очень важную акцию, которая непосредственно была направлена и которая сегодня направлена на предотвращение эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на двух рудниках. И вот как раз-таки на этих акциях постоянно высказываются лозунги, которые непосредственно связаны с тем, чтобы остановить экоцит, осуществляя теми компаниями, которые занимаются незаконной эксплуатацией или незаконной предпринимательской деятельностью на этих территориях, которые находятся под контролем российского миротворческого контингента. И вот как раз-таки вот та встреча, которая сегодня проходила, ну она как бы проходила под эгидой реинтеграции армян, живущих в Карабахском регионе, в Азербайджанском общество. В то же время вот мы видим, что в состав нашей как бы делегации как раз-таки входят в том числе и члены вот этой мониторинговой миссии. То есть представители тех госструктур, которые в принципе вот уже почти что три месяца пытаются того, что пытаются добиться проведения мониторинга, вот как раз-таки положения на этих двух рудниках. И вот как раз-таки вот обсуждались в том числе и эти вопросы. То есть чисто практического характера. Но я вам замечу, что та информация, которая сегодня преподносится в средствах массовой информации, в частности нашей азербайджанской, да и армянской тоже, на армянских медиаресурсах тоже мы увидим, что информация достаточно скупо преподносится. Ну понятно, что после мониторинговой встречи действует очень важный принцип, о котором сказал, по-моему, даже во время встречи с министром иностранного дела Азербайджанской республики Джеймон Байрамов, как раз-таки министр иностранного дела Российской Федерации Лавров, где он высказал мнение по поводу того, что есть такой принцип, как «не навреди». Вот как раз-таки вот эта сегодняшняя информация, которая сегодня, ну пока скупо преподносится, она как бы преподносится в таком формате из-за того, чтобы есть еще принцип «не навредить». Ну вот мы можем, конечно, по-разному оценить то, что сегодня происходило, какие вопросы обсуждались, но когда говорят о реинтеграции, во-первых, это безусловно обсуждение практических вопросов, это вопросы ближайшего будущего и, возможно, вопросы дальнейшего, то есть программа минимум, как бы программа максимум. Но то, что спецпредседатель Европейского Союза по Южному Кавказу Клар в своем твиттер-обращении высказал мнение по поводу того, что идут обнадеживающие месседжи из Ходжалы, как раз-таки вот это дает о себе знать, что да, есть очень много позитива в этом вопросе. Пока об этом позитиве стороны молчат, будь то, скажем, азербайджанская сторона, которая принимала участие, или же будь то, скажем, российский миротворческий контингент, даже мы видели фотографии, как обсуждался процесс. То есть, по крайней мере, могли бы наблюдать за той атмосферой, которая там царит. Но, тем не менее, я понимаю, что, безусловно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями того, что, во-первых, как там было высказано мнение, эти контакты будут продолжаться раз, а на этих контактах это не просто контакты ради контактов, встречи ради встреч. Безусловно, обсуждать вопросы практического характера, и, в первую очередь, это вопросы коммуникации, это вопросы электроснабжения, это вопросы газоснабжения, в том числе, возможно, и вопросы как раз-таки движения гуманитарных грузов по лачинской дороге, которые сегодня, в принципе, как бы, активисты создают все условия для того, чтобы эти грузы передвигались по этой лачинской дороге. Речь идет о гуманитарных грузах. И Лавров в своем выступлении тоже высказал мнение по поводу того, что лачинская дорога в то же время должна использоваться и для перемещения автомобилей грузового назначения, но, естественно, опять-таки, этот вопрос тоже нужно обсуждать. Я думаю, что вот есть очень такой круг вопросов, которые сегодня обсуждались. Понятно, что и представители армянской общины Карабахского региона, есть вопросы, которые их волнуют, потому что реинтеграция, да, по своему характеру достаточно сложная, многоаспектная, может, многовекторная и достаточно чувствительная по своей сути. И потому я думаю, что вот как раз-таки вот все эти элементы, они сегодня обсуждались. И вот с учетом того, что вот эти встречи будут продолжаться, на всех этих встречах как раз-таки будут очерчиваться круг тех вопросов, которые непосредственно могли бы создать более взаимовыгодное и благоприятное поле для всесторонней реинтеграции армян, живущих в Карабахском регионе. То есть азербайджанская сторона, будь то митинская встреча, будь то и другие встречи, и во время официальных встреч, азербайджанская сторона всегда высказывает мнение по поводу того, что для нас, представители армянской общины, живущих в Карабахском регионе, это граждане Азербайджана. Мы готовы создать для них все условия для того, чтобы они могли всесторонне и полностью использовать те права, которыми обладают и граждане Азербайджана, то есть независимо от этнической принадлежности. Но важно, чтобы данный контекст, он был бы достаточно систематично разработан, то есть должен быть достаточно концептуально обсужден. И после того, когда уже будут какие-то определенные наработки, и они уже имеются, я, безусловно, оптимистично настроен в этом вопросе тоже. Есть определенные наработки, я думаю, что вот азербайджанская сторона будет работать над как раз-таки реализацией тех наработок или тех результатов, которые достигнуты были на сегодняшний момент. Но я думаю, что все-таки нужно обсуждать, нужно встречаться, нужно изучать те волнения и настроения, которые имеются. Ну и, естественно, начиная от чисто коммунального характера и кончая чисто вопросами безопасности и так далее, я думаю, что вот достаточно многоуровень и достаточно сложная задача стоит перед Азербайджаном, но мы в силах ее решить, тем более, что имеем всеми возможностями и ресурсами для того, чтобы всесторонний данный вопрос решить, в том числе и на пользу той общины, будь то армянская, будь то азербайджанская, которая сегодня живет и будет жить в Карабахском регионе. Тем более, что есть очень много вопросов, которые мы еще не реализовали, они нашли свое отражение в трехстороннем заявлении. И вот эти вопросы сегодня обсуждались, кстати, в том числе и главой Международной организации по миграции во время встречи с президентом Азербайджана. Я думаю, что вот это как раз-таки тот набор вопросов, которые нужно всесторонне изучить и создать такие наиболее действенные, практически реализуемые механизмы для того, чтобы и азербайджанцы смогли вернуться на эти территории, в частности, даже на те территории, которые сегодня находятся под контролем российского миротворческого континента, но для этого создавать соответствующие условия и так далее. Достаточно взаимовыгодные, учитывающие интересы всех сторон и так далее. Азербайджан, на ваш взгляд, можно ли рассчитывать на искренность с армянской стороны? На самом деле ли они хотят мирного существования? Дело в том, что однозначно ответить на этот вопрос очень трудно. Почему? Потому что вот те контакты, которые сегодня проводятся, они, да, как раз-таки как бы обнадеживают нас в том, что, да, можно где-то задуматься о том, что, безусловно, есть определенный сегмент армянской общины Карабахского региона, который готова сосуществовать, которого вместе жить, готова реинтегрироваться в азербайджанское общество. Но есть определенный сегмент, который этому еще не готова. Или же сегодня пытаются различными путями как-то торпедировать данный процесс. Мы хорошо помним еще те митинги, которые организовывал Рубен Варданян еще в прошлом году. И да, и в этом году были попытки провести подобные митинги. Вот как раз-таки вот на этих митингах были и лозунги именно такого антиазербайджанского характера тоже. Но я понимаю истерию реваншистских кругов, будь то даже представляющих различные политические круги и так далее. Но, тем не менее, простой народ, он готов, конечно же, принимать непосредственно участие в процессе реинтеграции. В плане того, что вот одно дело, когда митинги идут, одно дело, когда политические вызовы. Но когда идешь домой, а дома уже коммунальные вопросы и коммунальные проблемы, как бы камнем предкновения действуют на ваше решение и так далее. То есть вот в этом плане, я думаю, что нужно подойти к этому вопросу с этой точки зрения. Тем более, что сегодня мы понимаем, что таким грузом очень тяжелым и ношей для армянского эстаблишмента являются вот как раз-таки проблемы армянской общины Карабахского региона. И в данном случае, да, сегодня может быть открыто об этом Никол Пашняни и его команда об этом не говорят. Но, по крайней мере, та информация и те мессенджи, которые мы читаем даже из тех же армянских СМИ, как раз-таки говорят, позволяет нам заключаться в том, что да, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы Азербайджан как бы взяло на себя все целое развитие как раз-таки вот этой общины армянской, живущей в Карабахском регионе, как бы на себя. Но, опять-таки, за счет чего и так далее. Вот эти вопросы сегодня, они обсуждаются. Но, тем не менее, я думаю, что нужно все-таки всесторонне работать. И, имея на руках определенный карт-планши, и даже и представители армянской общины, конечно, могут принять такое решение, прийти к такому решению, которое будет в интересе, в первую очередь, представители вот этой армянской общины. Азербайджанскую сторону, понятно, цели, понятно, наши мессенджи, понятно, наше намерение. И вот сегодняшний факт, кстати, торпедирует то высказывание, которое непосредственно иногда исходит, не то, что иногда, очень часто исходит от представителей политической элиты армянской республики по поводу того, что они озабочены безопасностью армян, живущих в Карабахском регионе. Вот как раз в сегодняшней встрече еще раз подчеркиваю то, что они напрасно озабочены, потому что для Азербайджана есть вполне реализуемые и поставленные цели, которые, в первую очередь, также как бы вбирают в себя элементы обеспечения безопасности жизнедеятельности армян, живущих в Карабахском регионе, в том числе. Азербайджан, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы, уделили нам свое время. И вам спасибо. К студии подключался глава Общественного совета при госслужбе миграции Азер Аллах Веранов. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Баку, его встреча с президентом Азербайджана Ильхаом Малиевым и переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым стали еще одним доказательством союзнического характера отношений Баку и Москвы. Российско-азербайджанские связи эксперты называют образцовым вариантом взаимоотношений двух государств, которые выстраиваются в рамках всей Евразии. Завершился двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку, приуроченный к первой годовщине подписания декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией 22 февраля прошлого года. Программы визитов Лаврова в Азербайджан всегда очень насыщены. И в этот раз, наряду с рассмотрением вопросов двусторонних отношений, в ходе встречи с президентом Ильхамом Алеевым были затронуты различные аспекты проблемы нормализации Азербайджана-армянских отношений и региональной безопасности. Лавров также провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, принял участие в работе пленарного заседания Российско-азербайджанского экспертного совета. В очередной раз была подчеркнута важность реализации трехсторонних заявлений, подписанных Азербайджаном, Арменией и Россией. Как отмечают эксперты, визит Сергея Лаврова в Баку можно считать знаковым, способным оказать заметное влияние на ход событий в регионе. И это отношения наполнены политическим смыслом. Мы понимаем, что сейчас, в момент выстраивания такого нового многополярного мирового порядка Россия и Азербайджан, это те самые опоры, на которых он будет опираться. К тому же для России очень важны отношения с Турецкой республикой, которая также близка Азербайджану. И эти отношения наполнены смыслом культурным. Мы понимаем, что Россия и Азербайджан, и российские азербайджанские народы друг к другу совершенно не чужие. Это народы совершенно близкие, можно даже сказать братские. Российско-азербайджанские связи эксперты называют образцовым вариантом взаимоотношений двух государств, которые выстраиваются в рамках всей Евразии. Это обусловлено тем, что Азербайджан играет центральную роль не только на Южном Кавказе. Эксперты уверены, для Москвы без Баку решить ситуацию в регионе и добиться сохранения влияния просто невозможно. Россия сейчас придает большое значение нашему региону. Но это всегда было в центре внимания российской дипломатии, поскольку этот регион является очень важным в геостратегическом плане. И поэтому ничего удивительного нет, что Россия всегда считала этот регион для себя очень важным и ответственным. И то, что сейчас происходит, это, естественно, реакция Российской Федерации на попытки Армении пригласить в регион еще представителей Евросоюза, стран НАТО, что, в общем-то, совсем не в интересах Российской Федерации. В те годы, в те дни, когда мы видим, как дипломатия, в общем-то, отходит на второй план и приобретает распространение такие, скажем так, конфронтационные методы взаимодействия, отношение России с Азербайджаном — это прекрасное исключение из этого правила, прекрасное, я бы даже сказал, вдохновляющее. Так что я думаю, что основной итог визита Сергея Лаврова в Баку — именно этот, что союз есть, союз крепнет, и это не только полезно для России и Азербайджана, это полезно для всего мира, чтобы он посмотрел, как две страны могут выстраивать взаимовыгодное, взаимоуважительное и взаимопонимающее взаимодействие. Азербайджан продолжает выступать с призывами к миру, в то время как Армения не упускает возможности нанести урон этим попыткам, привлекая в регион третьи силы. Как заявил глава МИД России по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, миссия Европейского союза в Армении вызывает много вопросов с точки зрения легитимности. Лавров также поставил под сомнение мандат миссии и пользу, которую она несет для нормализации отношений Армении и Азербайджана. Все эти миссии ЕС, все эти французские жандармы, которые приезжают для мониторинга границы Армении и Азербайджана, все они призваны с точки зрения Армении к единственной цели, заморозить эту самую ситуацию, не давать возможности подписать мирное соглашение, каким-то образом сорвать его. Ну, это обычная политика-правоводщик, которую Армения проводит уже не один десяток лет. И сейчас они тоже пытаются сделать все возможное, чтобы каким-то образом не очертить границы окончательно и бесповоротно. Они все еще не отказались от своей реваншистской идеи каким-то образом вернуть себе утраченные позиции. Они не понимают, что время играет против них, и оно ни в коем случае не идет на поводу армянских реваншистов. Подготовка мирного договора между Баку и Ереваном призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Москва продолжит всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе. Что же касается Азербайджана-российского сотрудничества, то эксперты уверяют, интенсивное взаимодействие, а также реализация Московской декларации о союзническом взаимодействии Азербайджана и России будет успешна и в 2023 году. Сегодня в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента России, временно размещенного на территории Карабаха, состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджан. Согласно информации, ответственным за контакты с армянским населением назначен депутат парламента страны Рамин Мамедов. Назначен ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана. Тему продолжит Мурат Ахундов. Мурат, здравствуй. Добрый вечер, Лидия. Я помню, 7 декабря прошлого года. Группа азербайджанских чиновников из Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, а также эксперты из Азерголд, направляются для переговоров в город Ходжалы. Глава миротворческих сил в Карабахе Андрей Волков выходит к нам и говорит, «Никаких журналистов, вы люди недисциплинированные, а мы военные». Тот день надолго останется в моей памяти и в памяти моих коллег из других СМИ, которые, несмотря на почти 9-ти градусный мороз, несколько часов стояли на посту миротворческого контингента, ожидая возвращения делегации. Делегация вернулась и заявила, «Будет мониторинг на месторождениях Дамерли и Газелбулак». Мониторинг срывался по очень разным, и, признаться честно, глупым причинам. То миротворцы не готовы, то воскресенье, никого на объектах нет, то еще что-то. В итоге мониторинг должен был состояться 10 декабря. Однако азербайджанские экологи вместо этого увидели там группу радикально настроенных молодых армян, которые повторяли заученный текст. Как известно, провокацией на месторождениях управлял уже бывший, так называемый, госминистр и по совместительству беглый олигарх Рубен Варданян. Как рассказали мне члены азербайджанской делегации, там сам Варданян также прибыл на место провокации, что неудивительно. Однако московского олигарха больше там нет. Недолго его музыка играла, и недолго этот упитанный миллиардер Кочари танцевал. Как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку официально готов к диалогу с армянами Карабаха. Глава государства не раз отмечал, что армяне, проживающие в Азербайджане, также являются гражданами страны и имеют такие же права, как и представители других национальностей. Однако сепаратизм, глубоко пустивший корни и промывка мозгов, привели к катастрофическим последствиям в начале 90-х годов. Азербайджан почти 30 лет боролся с этим и одержал победу в 2020 году. Однако и сейчас в Ханкианди и других городах Азербайджана, где массово проживают армяне, есть некоторые опасения среди них. Армянская пропагандистская машина всегда работала хорошо, надо это признавать, люди зомбированы, и даже Вторая Карабахская война, завершившаяся полным разгромом сепаратизма, полностью не реанимировала паралич разума у некоторых людей. Все еще в Ханкианди так называемый президент говорит о некоем независимости, международном признании, и вообще Карабах, по их мнению, скоро вот-вот дойдет до уровня развития Южной Кореи или Сингапура. Тот сепаратистский Карабах, который сейчас пляшет перед миротворцами, которые привозят для них предметы первой необходимости. Однако после того, как клоун уехал, а цирк остался, главы террористической хунты сели и задумались. Ведь Варданян принес им только горе и несчастье. Что делать и кто виноват, спрашивал классик русской литературы. Ответ оказался очевидным. И сразу переговоры, которые были заморожены 10 декабря, сегодня состоялись. Вардан всегда на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что армянские жители Карабахского региона являются полноправными гражданами Азербайджана со всеми своими правами и обязанностями. И что армяне, проживающие в Карабахе и желающие, главное, там остаться и впредь жить там, могут продолжать жить в азербайджанской земле, но, естественно, под флагами и по законам Азербайджанской республики. И не разу азербайджанский президент заявлял о том, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана и составляют этнические меньшинства. И Азербайджан — многонациональная страна, и все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, которые включают в себе культурные, лингвистические, также и другие, скажем так, нюансы. Но, главное, Азербайджан готов, скажем, обеспечить безопасность своих граждан, всех своих граждан, включая армян в Карабахе. И то, что сегодняшняя встреча, она состоялась под руководством, то есть представитель Азербайджана был ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахской региона, то есть назначен ответственность за контакты с армянскими жителями. Это показывает, что у Азербайджана есть долгосрочная стратегия, которая включает в себе реинтеграцию армянских граждан в азербайджанское общество. Сообщается, что в ходе сегодняшней встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджанскую республику в соответствии с конституцией и законами страны. Также, как заявили журналистам члены делегации, контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, будут продолжены. Такие встречи могут даже проходить не только подконтрольным российским миротворцем городам, но и в Гянджее, Агдаме и даже в Баку. Процесс пошел, лед тронулся. Неизбежное не избежать. Азербайджан показал готовность к диалогу, чтобы наконец-то в одном регионе под названием Южный Кавказ наступили мир и стабильность. И все очерняющие Азербайджан компании, этот черный пиар, обвинения во всех грехах человечества, включая всемирный потоп и извержение Везувия, потерпели крах. Армяне за 30 лет не смогли добиться успеха и мир не признал ни сепаратистский предаток, ни их стремления. Тем не менее, трезвость, хоть и с очень сильным похмелем, доходит до мозга армян Карабаха. Встреча состоялась, и они будут продолжаться, как бы сепаратисты этого не отрицали и не хотели. Процесс реинтеграции идет, и он шел с 2020 года, когда армяне в Ханкианды видели строительные работы в Карабахе, в том Карабахе, где они 30 лет просто разрушали и грабили. В век интернета скрыть правду от своего народа становится все труднее и труднее. Азербайджан – участник важных проектов в регионе. Импорт энергоносителей, стремительное развитие страны во всех областях не остаются незамеченными. Армяне Карабаха прекрасно осознают, что они живут на азербайджанской земле. Они знают, что мир также признает их армянами, проживающими в Азербайджане. Но они лишены всех преимуществ из-за выдуманной, ничем не обоснованной фантастической идеи о великом армянстве. И когда твой сосед Шуше, условно инженер, зарабатывает в 2, 3, 4, 5 раз больше тебя, а ты сидишь в Ханкианды и ремонтируешь сломанный телевизор старика Гургена, ожидая, когда российский миротворец привезет тебе килограмм картошки, тебе и не хочется воспринимать всерьез тот бред, который твой же так называемый самопровозглашенный президент читает по одному единственному телеканалу. Даже всемогущий СССР не смог удержаться перед американской Кока-Колой, не смог заткнуть рты своим же гражданам, которые хотели нормальной, адекватной, человеческой, а не собачьей жизни. А тут маленький сепаратистский клочок земли. Два года, которые прошло, она показывает, что очень важно начинать вот этот процесс реинтеграции. И пока еще, то есть время, которое можно, то есть с опозданием делая это, мы предоставляем какие-то возможности для, скажем, внешних игроков, для внешних кругов, говорить об имени армян Карабаха, так же, как и представлять, то есть иметь инициативу для предоставления, то есть представлять их неинтересно. Но тем не менее, всем ясно, что все эти попытки, все эти инициативы, они включаются в конце концов, включаются в том, что предъявить, то есть представлять свои интересы, а не армянских, скажем, граждан Карабаха. И поэтому сегодняшняя встреча, хотя и первая официально заявленная встреча, думаю, что ряд с этой встречей проходят и другие встречи тоже, о которых мы читаем в медиа. И это все показывает, что у нас есть долгосрочная стратегия, и мы намерены реинтегрировать путь своих армянских граждан в азербайджанское общество. Панельная встреча в Мюнхене в рамках конференции по безопасности еще раз показала всему миру стремление Азербайджана, который, как государство-победитель, намерен поставить точку в многолетнем конфликте. Контакты между Баку и Ереваном продолжаются параллельно и никак не связаны с переговорами с армянами Карабаха. Так или иначе, вопрос армян Карабаха является внутренним делом Азербайджана. И, наконец-то, власти Армении это также признали и подтверждают. Как бы варданяны, аратюняны и другие сепарастяны не называли себя поцелованным богом народом, живущим в Ханке-Анде со времен динозавров, несмотря на то, что город-то был основом всего в 18 веке, это всего лишь дешевый популизм. Вражда между соседями не может длиться вечно, и мы с вами находимся на завершающей ее стадии. Ну, на этом пока что у меня все, Лидия. Постарались признаться, показать, точнее, процесс реинтеграции, который шел и продолжает идти. И надеемся на хорошее, светлое будущее, мирное будущее, самое главное. Большое спасибо тебе, Мурат. Я напомню, что о предварительных обсуждениях о реинтеграции армянских жителей Карабахского района в Азербайджан, которые прошли сегодня в городе Ходжалы, рассказал мой коллега Мурат Ахундов. После окончания 44-дневной войны в Агдамском районе от мины неразорвавшихся боеприпасов было очищено свыше 16 тысяч гектаров земли, что составляет 25% территории этого района. Согласно плану на текущий год от мин планируется очистить более еще 10 тысяч гектаров. Вопрос минной угрозы в западных регионах Азербайджана приобрел особую актуальность после окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Именно минная угроза является на сегодняшний день основным препятствием, которое мешает возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли. Азербайджан продолжает проделывать колоссальную работу по устранению минной опасности. На сегодняшний день в операциях по выявлению мин задействовано более 50 машин-миноискателей. Также используются специально обученные собаки. Несмотря на титанический труд саперов, жертв из-за подрыва на минах не удается избежать. С ноября 2020 года, после окончания Второй Карабахской войны, на освобожденных территориях Азербайджана на минах подорвались 282 человека. 46 из них погибли, 236 получили ранения. Мы начали процесс очистки территории от мин с опасного сектора, деревни Афатлы, а это 25 гектаров. Это весьма долгий и непростой процесс. До сих пор были обнаружены противотанковые мины ТМ-62, П-3 и П-2, а также противопехотные мины ПМД и ПМ. Мин сюрпризов мы не обнаружили, но судя по имеющейся у нас информация о местности, они вполне могут находиться на этой территории. В целях координации процессов восстановления освобожденных от оккупации территории Азербайджана создан специальный координационный штаб. 10 рабочих групп, действующих при этом штабе, координируют работу, которая имеет большое значение, обеспечивая синтез качества и скорости. На освобожденных территориях от мины неразорвавшихся боеприпасов очищено более 68 тысяч гектаров земель. В общей сложности было обезврежено 82 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Во время операции по очистке территорий также используется бронированная техника, бульдозеры, эскаваторы, которые способствуют более быстрому и эффективному поиску. На сегодняшний день от мин очищено 25% территории Агдамского, 22,7% территории Физулинского, 3,5% территории Ходжавенского, 15% территории Ходжалинского и 15% территории Тальтальского районов. На данный момент приоритетными территориями с точки зрения разминирования в Агдамском районе являются села Кянгерли, Сарджалы, Хадырлы, а также автодорога Хендарх-Агдам. Азербайджан стремится поскорее завершить процесс разминирования для того, чтобы ускорить процесс возвращения на освобожденные земли уже бывших беженцев и вынужденных переселенцев. Завершился визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Казахстан. Он провел ряд встреч и сделал немало важных заявлений. А подробно нам об этом расскажет наша коллега из Казахстана Далия Насиб. Далия, здравствуй. Здравствуйте. Госсекретарь США Энтони Блинкин посетил Казахстан и по итогам его приезда можно сказать, что целью было выразить поддержку и показать готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества и развитию партнерских отношений. В Астане он принял участие в министерской встрече с представителями стран Центральной Азии. На ней обсуждались общерегиональные вопросы и расширение партнерства Соединенных Штатов Америки с Центрально-Азиатским регионом. США заинтересованы в работе этого формата. По словам казахстанских экспертов, его визит и участие во встрече говорит о том, что тема развития отношений с Центральной Азией очень важна для внешней политики Штатов. Эксперты говорят, что приезд Астане Блинкина не был спровоцирован геополитическими событиями, которые происходят сейчас. Его визит и график был согласован заблаговременно. И вообще формат Ц5 плюс 1 это регулярная площадка, она проводится с 2015 года. Первый раз, кстати, встреча в таком формате проходила в Вашингтоне. Кроме того, Блинкин поддержал политические изменения и реформы, проводимые в Казахстане. Некоторые эксперты считают, что для Казахстана оценка американской стороны в этом вопросе очень важна. На пресс-конференции Антони Блинкин отметил, что усиливается санкционный режим в отношении России, и это влияет на ее экономику. И, соответственно, она не может не отражаться на экономической ситуации в соседних странах. Поэтому США готовы компенсировать потери денежным вливанием. Говорил он и о поддержке Америки, независимости и суверенитета всех центрально-азиатских стран. В целом, этот визит, по словам экспертов, должен благотворно повлиять на развитие дальнейших отношений и их привлечение инвестиций в Центральную Азию. Большое спасибо. Я напомню, что на прямую связь со студией выходила наша коллега из Казахстана Далиян Асиб. Продолжаем выпуск. Президент Турции Реджеп Тейпер Дуган подтвердил, что президентские и парламентские выборы состоятся в стране 14 мая. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте. 14 мая народ сделает то, что надо сделать, это сказал турецкий лидер, отвечая на критику оппозиции в свой адрес и в адрес его правительства. Он отметил, что представители оппозиции ездили в зону землетрясения позировать перед камерой и заботились об имуществе, в то время как власти думали о жизнях людей. Турецкий лидер также отметил, что его администрация ведет соответствующие записи о действиях оппозиционных политиков, которые в свое время будут обнародованы. А теперь к новостям в экономике. Экономический блок представит моя коллега Анастасия Панарина. Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты. Об этом на своем твиттер-аккаунте написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Киазымов. Сегодня в рамках рабочей поездки в Казахстан мы встретились с председателем Национального банка Казахстана Галимжаном Перматовым. В ходе встречи мы обсудили будущие направления сотрудничества между Центральными банками Азербайджана и Казахстана. На встрече также обсуждались текущие макроэкономические ситуации, влияние глобальных экономических процессов на экономику страны, совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, развитие платежных систем, создание цифровой валюты и другие вопросы. Опыт службы Ассан будет применяться в государствах-членах Исламского банка развития. Соответствующий меморандум был подписан между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям Азербайджана при президенте Азербайджана и Исламским банком развития. Документ оговаривает сотрудничество по усилению предоставления государственных услуг странах-членах ИБР с использованием опыта службы Ассан. Будет оказываться поддержка странам банка, которые хотят внедрить азербайджанскую практику госуслуг. Финансовые затраты будут покрыты Исламским банком развития. В рамках встречи президент группы ИБР Мухаммед Сулейман Аль-Джасер ознакомился с деятельностью центра Ассан. Стоит отметить, что сегодня опыт службы Ассан экспортируется в 16 странах. В современном мире многие государства при обслуживании населения систематизируют свои сервисы и с помощью новейших технологий внедряют принцип единого окна. Таким путем формируется новый качественный подход в отношениях между госслужащими и гражданами. В Азербайджане данная система под названием служба Ассан стала неотъемлемой частью концепции развития страны. Деятельность службы в основном направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, борьбы с коррупцией и внедрения современных технологий. Мы приветствуем поддержку, которую готов оказать Азербайджан странам-членам Исламского банка развития в применении современных технологий в сфере госуслуг. Наш банк также ведет финансирование различных проектов во многих странах, в основном в сферах инфраструктуры, высоких технологий, секторе услуга и так далее. С Азербайджаном мы сотрудничаем с 1993 года. За это время мы оказали стране поддержку в размере 1 миллиарда 200 миллионов долларов. В Азербайджане есть цели по восстановлению в Карабахской экономической зоне. Кроме того, имеются и другие проекты, направленные на развитие энергетики. Азербайджан в целом является успешной моделью развития. Мы гордимся этим и удовлетворены работой в Азербайджане. Исламский банк развития объединяет в себе 57 государств. Многие из них знакомы с моделью службы АСАН и хотят применить данную практику также и в своей стране. В связи с этим финансовую поддержку создания необходимой инфраструктуры и компонентов службы АСАН предоставит желающим сам банк. А служба АСАН будет поддерживать экспорт своих методик в эти страны. Энергетические проекты, реализуемые в Азербайджане и в особенности на освобожденных от оккупаций территориях, представляют интерес для группы Исламского банка развития. О том говорилось на прошедшей Министерстве энергетики Азербайджана встрече министра Тариза Шахбазова с президентом группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джасером. Делегации обсудили Банком и Азербайджаном. Тариз Шахбазов особо отметил поддержку ИБР энергетических проектов. В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джасер рассказал об инфраструктурных проектах банка, технической помощи, финансовой поддержке и инициативах по развитию частного сектора. Кроме того, глава группы ИБР проявил интерес к проекту зеленого энергетического коридора, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. Цены на нефть растут, как восстановление работы заводов в Китае повышает перспективы спроса. Сегодня эта тенденция продолжается, что соответственно улучшает перспективы мирового спроса на топливо, ведь китайский рынок крупнейший по импорту нефти. Наблюдается такая ситуация на фоне увеличения индекса производственной активности, что подтверждает восстановление китайского рынка. Статистические данные показали, что активность фабрик в Китае выросла в феврале впервые за 7 месяцев, согласно индексу менеджеров по закупкам, в обликованному Кейскин СНП Глобал в среду. Однако сильный сигнал спроса был нивелирован признаками увеличения запасов сырой нефти в США крупнейшим в мире потребителям и производителям нефти. Запасы нефти в США выросли на 6,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 24 февраля. Тем не менее, запасы бензина сократились на 1,8 млн баррелей, а дистиллятного топлива включая дизельное и реактивное топливо на 340 тыс. баррелей. Официальные данные правительства США о запасах будут опубликованы позже. В среду на данный период цены на нефть варьируется в диппозоне от 75 до 85 долларов за баррель. Так, майские фьючерсы на нефть марки Брент подорожали на 46 центов и превысили 83 доллара. Между тем, апрельская нефть марки WTI подорожала на 42 цента до 77,63 доллара за баррель. Что касается азербайджанской нефти, то марка Азри Лайт выросла на 1,67 доллара относительно предыдущего показателя и продается дороже 85 долларов за баррель. Стоимость российской нефти сорта Юрлс выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,82 доллара, составив 60 долларов 33 цента. В Турции создан фонд для восстановления городов, пострадавших от землетрясения. Об этом сообщил президент Реджептей Пордуган на заседании правящей партии «Справедливости и развития». Фонд будет способствовать быстрому возрождению регионов. По словам турецкого лидера, в целом в провинциях, пострадавших от разрушительных подземных толчков, планируется строительство 4 миллионов 680 домов. В ближайшие дни уже стартует возведение первых 20 тысяч домов. Никаких отступлений от горизонтальной архитектуры не будет, подчеркнул Эрдоган. Также будет запрещено строительство вблизи завалов. Он отметил, что государство планирует построить в этих зонах 100 тысяч, а при необходимости 200 тысяч модульных домов. Также президент рассказал о принятых мерах по стимулированию экономики и поддержке граждан, оплачивающих кредиты. Мы создаем фонд восстановления после стихийных бедствий, чтобы обеспечить быстрое восстановление городов после землетрясения. Это снизит нагрузку на бюджет за счет предоставления долгосрочных ресурсов на случай стихийных бедствий. Стираем прошлые долги разрушенных, сильно поврежденных зданий. Мы отложили многие обязательства наших людей из зоны землетрясения, от налоговых до страховых. В дополнение к кредитной поддержке для конкретных регионов мы задействовали еще ресурсы, чтобы уменьшить влияние землетрясения на экономику страны. Между тем, страховые компании Турции выплатят около 20 миллиардов лир в пересчете свыше 1 миллиарда долларов пострадавшим от землетрясения в 11 провинциях страны. Согласно информации Страховой ассоциации Турции, в сейсмоопасной зоне в среднем застраховано 49% объектов недвижимости. Также сообщается, что после землетрясения как Роман Мараша интерес к страхованию вырос в 3-4%. На этом пока все. Это были все новости экономики. К этому часу мы будем и дальше следить за ходом событий в мире экономики. Лидия? Большое спасибо, Анастасия. Я напомню, что экономический блок новостей представила Анастасия Панарина. И на этом наш выпуск завершен. После новостей в 19.00 смотрите на телеканале CBC передачу «Экономика дня» с Еленой Косолаповой. До скорых встреч! До встречи! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин